Сегодня мы рассмотрим вопрос вот о чем. Мы рассмотрим задачу такую. Физический маятник, который мы в прошлом семестре рассматривали, но он был на неподвижной оси. А теперь с вращающейся осью подвеса. И будут у нас две постановки задачи. И будут некоторые аналогии между этими постановками. И в вопросах устойчивости существенное отличие. Итак, у нас есть горизонтальная ось Х, маленькая, мы ее обозначим. И на ней висит твердое тело подвешено. Вот где-то вот твердого тела есть центр масс С. Через него я провожу перпендикуляр к оси Х, маленькая. И эту ось обозначаю Z, маленькая. А это точка О. Ну и через восходящую, и через точку О, рисую восходящую вертикаль. Это Z, большое. И система находится в однородном поле тяжести. Значит, нам дана масса маятника. Расстояние ОС. И кроме того, мы считаем, что ОХ, маленькая, Y, маленькая, Z, маленькая. Это главные оси инерции тела для точки О. Ну, понятно, что я не нарисовал здесь ось О, Y. Я ее потом нарисую. О, Y перпендикулярна О, X, Z плоскости. И система О, X, Y, Z, как в механике всегда, это правая система. Вот. Значит, угол, отсчитываемый от нисходящей вертикали до прямой Z, маленькая, до оси Z, маленькая, обозначаем угол тетта. Вот это, так сказать, было у нас еще в прошлом семестре. Но в отличие от прошлого семестра, мы будем предполагать, что вот эта ось Х, маленькая, она может поворачиваться вокруг вертикали. Угол поворота Фи. То есть, на палку повесили чемодан, и палка может вокруг вертикали крутиться. Вот. Значит, тензор инерции в главных осях, это, ему соответствует диагональная матрица, на которой стоят главные моменты инерции. А, момент инерции относительно Х, маленькая, В, относительно У, маленькая, С, относительно Z, маленькая. Угловая скорость нашего тела, это есть минус тетта с точкой на ЕХ, плюс Фи с точкой, чтобы было понятно, я сейчас картинку нарисую. Значит, у меня вот есть О, Z, большое, вот это вот у меня Z, маленькая, а вот это вот Y, маленькая. А Х за доску идет, поэтому получается правая система. И это угол тетта. Вот это вот Фи с точкой на ЕZ, большое. Мне нужно в главных осях задать. Ну, понятно, что это такое. Это будет, Фи с точкой вынес за скобочку, это будет синус тетта на ЕY, минус косинус тетта на ЕZ, маленькая. Вот угловая скорость тела. Значит, твердое тело имеет неподвижную точку, но это не самый общий случай тела с неподвижной точкой. В самом общем случае, три степени свободы. Здесь так устроено все, только две степени свободы. Две обобщенные координаты, тетта и Фи. Значит, кинетическая энергия, это одна вторая. А тетта с точкой в квадрате плюс В синус квадрат тетта плюс С косинус квадрат тетта на Фи с точкой в квадрате. Потенциальная энергия, это очевидно, минус МЖС косинус тетта. Значит, консервативная голономная механическая система в общем случае с двумя степенями свободы. Тетта и Фи обобщенные координаты. Значит, какая первая постановка задачи? Мы считаем, что на систему действует управляющий момент, направленный по оси Z большая, такой, что он поддерживает Фи с точкой все время постоянным. То есть есть обобщенная сила Куфи, которая зависит от тетта, тетта с точкой и омега. Ой, от тетта, тетта с точкой и омега. Это так называемая следящая сила, управляющая сила по принципу обратной связи. Такая, что Фи с точкой тождественно равно омега равно константе. Итак, в первой постановке задачи у нас на самом деле две степени свободы. Ой, одна степень свободы. Потому что у нас наложена, по сути дела, связь. Фи с точкой тождественно равно омега. В этом случае у нас измененная потенциальная энергия, вы это знаете, это есть исходная потенциальная энергия минус Т0. Если я вместо Фи с точкой подставлю омега, то у меня получится Т равно А тетта с точкой в квадрате плюс функция, которая не зависит от скоростей. Значит, потенциальная энергия это минус МЖС косинус тетта минус 1 вторая В синус квадрат тетта плюс С косинус квадрат тетта и умножить на омега квадрат. Это понятно, да? Пока ничего сложного нет. Да? Константе. То есть мы такой моторчик ставим, который следит за изменениями тетта и каждый раз обеспечивает, что Фи с точкой равно константе. То есть это первая постановка по сути дела об относительных равновесиях физического маятника в обращающейся с постоянной угловой скоростью системе координат. Правильно? Здесь в первой постановке у нас одна степень свободы, потому что на две координаты наложена одна связь. Она дифференциальная, но, конечно, она интегрирует мы. Отсюда будет следовать, что Фи равняется омега Т плюс константа. Геометрическая связь зависит от времени, но эта система обобщенно-консервативная, потому что в относительном движении эта система с одной степенью свободы, у нее ни кинетическая энергия, ее не зависит от времени, ни измененная потенциальная энергия, она тоже от времени не зависит. Положение равновесия этой системы определяется из условия стационарности функции В омега по тетто. Ну, вот один раз напишу, это ДВ омега по Д тетто. А потом буду писать штрих для краткости. Штрих производная по тетто. Значит, смотрите, что здесь будет. Здесь будет МЖС. Синус тетто я вынесу за скобочку, а в скобочках останется минус, фу, единица вот отсюда, минус, а вот здесь я напишу П по тетто, значит, Б минус С косинус тетто. Правильно? Значит, от первой производную взял, сейчас я поясню, что такое П. От второй, ой, почему П? Здесь омега квадрат, это не для следующего. Значит, здесь Б минус С умножить на синус тетто косинус тетто. Синус вынес, все правильно. Двойка сократилась. Вот так, да. Итак, какие равновесия здесь есть? А вот давайте относительные равновесия. В первой постановке задачи. Значит, есть относительные равновесия тетто равно нулю, есть относительные равновесия другое, тетто равно Пи. И эти равновесия существуют при любой омега квадрат, при любом значении омега квадрата. Кроме того, есть еще два равновесия. Тет, один римское три четыре, я их сразу напишу два. И понятно, это какие? Это тетто равняется плюс-минус арккосинус так, подождите, подождите, я ошибся. Омега квадрат, фу, все-таки надо было здесь я же на МЖЦ должен написать, иначе у меня все безразмерно. Я МЖЦ-то вынес за скобку. Я смотрю, у меня должно быть безразмерный коэффициент при косинусе, естественно. МЖЦ я вынес за скобку. Значит, плюс-минус МЖЦ делить на Б минус С омега квадрат. Значит, эти равновесия существуют только при омега квадрат большем по модулю, чем МЖЦ делить на модуль Б минус С. При омега квадрат большим, чем МЖЦ делить на модуль Б минус С. Потому что, значит, если равно, то мы получим все равно. Ноль или П. Вот. Ну и здесь возможны два случая. А, Б больше С. тогда тетта 3 4 принадлежат интервалу от минус Пи пополам Виноват. От минус пополам до нуля объединить ноль Пи пополам. Косинус положительный, значит, тетта вот такое. А второй случай Б меньше С, тогда тетта 3 4 принадлежат значит, от Пи пополам до Пи ну и объединить с минус Пи минус Пи пополам. Пи минус Пи это, конечно, одно и то же. Потому что в случае Б меньше С у меня косинус отрицательный. Так. Значит, есть относительное равновесие. на этих относительных равновесиях ось Х вращается с постоянной угловой скоростью на всех движениях. Ну и тетта константа. Вот такие относительные равновесия. Давайте исследуем устойчивость этих равновесий. Для этого достаточно посчитать вторые производные от функции омега во всех равновесиях. В нуле вторая производная чему равна? Значит, я должен дифференцировать только синус. Значит, это будет М Ж С минус В минус С омега квадрат. Если В меньше С, то вторая производная в нуле всегда положительна. Отсюда следует В В 2 штриха от нуля больше нуля при любом допустим омега если В меньше С меньше или равно даже. Первое слагаемое положительно. и В 2 штриха от нуля если В меньше С и В 2 штриха от нуля больше или меньше нуля если В больше С при омега квадрат а вот это давайте мы омега с нуликом в квадрате обозначим чтобы мне поменьше так сказать действовать значит если В больше при омега квадрат меньше больше чем омега нулевое в квадрате если В больше С у меня здесь отнимается положительно при маленьких омега все равно будет положительно при больших омега будет отрицательно и мы можем нарисовать в случае в этом случае сейчас мы нарисуем бифургационные диаграммки начнем рисовать значит тут у меня первый случай будет В больше С здесь омега квадрат я откладываю здесь тетта здесь пи минус пи это одно и то же значит первый случай какой у меня b а b меньше c да я b больше c сейчас b меньше c b меньше c b меньше c значит b меньше c у меня нулевое решение всегда устойчиво вот это плюсики сейчас фу ты черт все таки b меньше или равно c я неправильно написал у меня нулевое решение всегда устойчиво если b меньше или равно c вот а если b больше c то оно устойчиво при маленьких угловых скоростях вот это вторая картинка b больше c здесь омега квадрат здесь пи минус пи а это 0 вот это омега нулевое в квадрате вот здесь плюсики здесь минус так аналогично совершенно исследуется устойчивость равновесия тета равно пи v2 штриха омега в пи это будет опять я дифференцирую только синус но только у меня значит будет минус m g c здесь будет минус единичка стоять значит косинус а здесь тоже минус единичка значит плюс омега квадрат на b минус c и значит у нас будет что v2 штриха омега от пи всегда меньше нуля если b меньше или равно c и v2 штриха омега от пи больше меньше больше нуля при любом омега меньше больше омега нулевое в квадрате если b меньше если b больше c а у нас не должно быть прямой омега квадрат а у нас не должно быть да омега квадрат ну да потому что если b больше c при маленьких омега отрицательно при больших положительно так сейчас мы нарисуем значит у меня вверху там что было картинка b меньше или равно c сейчас подождите минус на минус на минус вот вот где я ошибся я и смотрю что-то ну конечно продифференцировал синус получил косинус в пи это минус а здесь стоит минус и еще косинус пи минус минус на минус на минус даст минус вот вот если b вот здесь надо написать больше c а здесь b меньше или равно c я смотрю у меня несоответствие вот здесь видите я ошибся поняли из-за этого у меня не ерунда получается значит так в первом случае b меньше или равно c у меня верхнее равновесие неустойчиво при маленькой угловой скорости и устойчиво при большой так во втором случае во втором случае у меня всегда отрицательно вторая производная значит всегда равновесие неустойчиво так хорошо теперь вспоминаем что у нас есть еще решение тета 3 и тета 4 если b больше c они от минус пи пополам до пи пополам вот здесь пи пополам минус пи пополам ну и понятно что они ответвляются вот так они существуют при омега квадрат больше чем омега нулевое в квадрате устойчивы они или нет вот эти тета 3 4 при b больше c вот на эту картинку смотрите по теории бифуркации а конечно потому что не могут подряд у непрерывной функции иметь 4 максимума раз два три четыре но это то же самое поэтому здесь обязательно минимум но можете убедиться непосредственным вычислением второй производной теперь при b меньше или равно c у нас решение при b меньше равно c лежат вне интервала минус пи пополам пи пополам ну и при стремящемся при омега стремящемся к бесконечности они тоже стремятся к пи пополам плюс минус пи пополам вот такие ну и какие они устойчивы не устойчивы не устойчивы конечно опять таки это можно непосредственным вычислением убедиться но так сказать зная элементы теории бифуркации не нужно считать вторые производные вот на этих косых решениях тем более их считать сложнее вот ну правда не очень сложно нужно вторую вот эту штуку дифференцировать вот у нас дифференциальные картинки по анкаре Ачетаева для первой постановки задачи для относительных равновесий значит если угловая скорость маленькая существует только два относительных равновесия чемодан лежит в ней висит центр масс на вертикали занимает наинизшее положение или на вертикали но занимает наивысшее положение и конечно же первое всегда устойчиво при маленьких омега второе неустойчиво а вот если угловая скорость большая то в зависимости от соотношения между моментами инерции B и C, либо равновесие, в котором центр масс занимает наинизшие положения, всегда устойчиво, либо оно устойчиво только при маленьких угловых скоростях, а при больших неустойчиво. И тогда обязательно в точке смены устойчивости ответвляются косые, и поскольку они существуют при омега квадрат больших, чем омега нулевое в квадрате, то есть там, где исходное стало неустойчивым, тогда они обязательно устойчивы. Ну и здесь, так сказать, наоборот. Вот это первая постановка задачи, это об относительных равновесиях. Вторая постановка задачи. Никаких дополнительных сил нет. Итак, у нас есть Лагранжевая система с двумя степенями свободы. Функция Лагранжа есть T минус V, и она зависит, естественно, от θ с точкой и φ с точкой, и только угла θ, от φ не зависит. Никаких других сил нету. Уравнение Лагранжа с функцией Лагранжа. Значит, обязательно есть что? Это циклический интеграл. Правильно? Есть циклический интеграл. ДТ по Дфи с точкой, это есть В синус квадрат тета плюс С косинус квадрат тета на фи с точкой. Ну, я обзову П, как у нас в общей теории. Есть циклический... Да, П равно константе. Это интеграл. Циклическая координата, ей соответствует циклический интеграл. Вот. Я из этого интеграла могу выразить φ с точкой. Это будет П делить на В синус квадрат тета плюс С косинус квадрат тета. Ну, и игнорируя циклическую переменную параусу, это уже, так сказать, вы, по крайней мере, должны знать, я могу построить приведенную потенциальную энергию, которая равна исходной потенциальной энергии и плюс 1 вторая П квадрат делить на В синус квадрат тета плюс С косинус квадрат тета. В относительных равновесиях вот эта комбинация синус квадрат косинус квадрат была в числителе, а для стационарных движений она в знаменателе. Значит, раз у нас есть система с циклическими координатами, она допускает стационарные решения вида тета равно константе, и эта константа будет определяться из условия стационарности приведенного потенциала. Значит, ну, тета с точкой, естественно, тождественной ноль, раз тета константа. Фи с точкой равняется П на В синус квадрат тета плюс С косинус квадрат тета. И это тоже константа. Если тета константа, то фи с точки константа. То есть стационарные движения точно такие же, как относительные равновесия. Горизонтальная ось подвеса вращается с постоянной угловой скоростью, и угол отклонения, ну, радиус вектора центра масс от нисходящей вертикали постоянен. То есть геометрические движения абсолютно одинаковые. А вот устойчивость стационарных движений и относительных равновесий может существенно различаться. Сейчас мы в этом убедимся. Вот давайте будем искать критические точки. Я хочу найти стационарные движения. Я должен найти критические точки функции В с индексом П. Функции приведенного потенциала. Давайте напишем. В штрих П равно. Ну вот здесь я тоже самое сделаю. М, Ж, С, синус, тета я вынесу за скобку. У меня здесь синус квадрат, косинус квадрат. Обязательно синус вылезет. Что в скобочках останется? Единица плюс... А, нет, минус, это же знаменатели, минус. Значит, сейчас, секундочку. Это просто М, Ж, С, синус, тета я вынесу за скобку. Да. Дифференцирую это появится минус, естественно. Минус П квадрат делить на М, Ж, С. Здесь будет стоять В синус квадрат тета плюс С косинус квадрат тета в квадрате. А здесь будет стоять В минус С косинус тета равно нулю. Правильно? Не ошибся в вычислениях. М, Ж, С, синус, тета вынес за скобку. Дифференцирую второе слагаемое. Там, естественно, понянется минус. М, Ж, С в знаменатель ушло. Все правильно. Все правильно. Значит, естественно, в этой задаче есть решение 2, 1, тета равно нулю. Есть решение 2, 2, тета равно пи. И эти решения существуют при любой константе циклического интеграла. А вот на самом деле, а вот, а еще, вообще говоря, имеются не 2 решения, как задачи относительных равновесий, а 6. Ой, 4. Еще тета 3, 6, вообще говоря, существуют. Это когда вот эта квадратная скобка обращается в 0. Сейчас мы это покажем. Сейчас мы это покажем. И они существуют уже не при всех п. Естественно. Значит, давайте вот так мы сделаем. Значит, вот эти решения. Ну, вот я здесь. Квадратная скобка равна нулю. Тогда и только тогда, когда п квадрат делить на m, g, c равняется b синус квадрат тета плюс c косинус квадрат тета в квадрате делить на b минус c косинус тета. Правильно? Правильно? Правильно. Формально я должен найти тета от p. Но это связано, я, конечно, синус квадрат могу выразить, как единица минус косинус квадрат. И у меня относительно косинуса получится уравнение четвертой степени. Решать я его не буду. Но, тем не менее, все решения мы найдем. Значит. Давайте вот это мы обозначим через f от x. Ой, x у меня занят. f от u. Значит, u это у меня косинус тета. Он принадлежит, естественно, ну, поскольку я ищу косые, просто интервалу минус 1, 1. Если минус единичка, то это π. Если единичка, то это 0. А f от u у меня, значит, будет иметь вид такой. Это b плюс c минус b у квадрат в квадрате делить на b минус c умножить на u. Правильно? b минус b косинус квадрат. Да, правильно. Ну, сразу мы можем заметить, что в случае, когда b больше c, поскольку левая часть, вот эта, положительна. То есть, f от u обязательно положительна, да, но. Если b больше c, тогда u больше нуля. Или так, u принадлежит 0, 1. А это и значит, что от минус пип полам до нуля тета меняется, или от нуля до пип полам. Аналогично. А вот если в случае b меньше c, тогда u принадлежит интервалу минус 1, 0. Если b меньше c, это отрицательно, а f от u обязательно должно быть положительным. Хорошо. Значит, чтобы решить это уравнение относительно u, f от u равняется вон той константе. Мне надо решать уравнение четвертой степени. Но я могу исследовать график этой функции, построить ее график. И, приравнивая, так сказать, проводя горизонтальные прямые на этом графике, я буду видеть, сколько решений у меня имеет уравнение в зависимости от p. Давайте исследуем функцию f от u, как она себя ведет. Основные отличия от случаев относительных равновесий у меня будут тогда, когда u принадлежит от минус 1 до нуля. Давайте вот этот случай сначала исследуем. Пусть b меньше c. Вот для относительных равновесий была такая картинка. Будем исследовать функцию u в этом случае. Ну вот я здесь перепишу p квадрат делить на m, g, c. Еще в школе вас учили и на первом курсе вы повторяли. Чтобы исследовать функцию одной переменной, заданной на отрезке или на интервале. Прежде всего нужно посчитать производную. Найти участки возрастания и убывания. Правильно? Ну, самое первое, конечно, мы знаем, что f от u стремится, естественно, к плюс бесконечности при u стремящемся к минус 0. У меня 0 не входит. Значит, если это к нулю стремится, то f от u стремится к плюс бесконечности. Теперь производные считаем. f штрих. Это есть. b плюс c минус b на u квадрат. Это я вынесу за скобку. Это будет общий множитель. Знать ли будет b минус c никуда не денется. Знать ли появится u квадрат. И что значит здесь? Сначала я дифференцирую числитель. Двойка и еще раз. Двойка и еще раз u. А это я вынес. Значит, 2c минус b. Ой, двойка на двойка. 4. 4. Двойка, двойка. На u и на знаменателе u. 4c минус b у квадрат. А теперь дифференцирую знаменатель, но без этого. И умножаю на числитель. Минус b. Но поскольку я вынес уже вот это, то здесь будет только это. Минус b плюс c минус b у квадрат. Все. Правильно? Не ошибся в вычислениях? Дифференцирую числитель. 2 на 2. 4 эти скобки. Еще здесь u и здесь u. Скобку одну вынес. Осталось 4. c минус b отсюда. И u квадрат. Минус. Вот это у меня и так уже вынесено. Производный от знаменателя единичка. То есть минус квадрат этой скобки. Но одну скобку я вынес. Получил вот это. Значит, вот это множитель. У меня всегда отрицательный. Но он сохраняет знак один и тот же. Числитель положительный. b меньше c. Это отрицательно. u квадрат положительный. Значит, функция f может иметь критические точки только если вот эта скобочка обращается в ноль. Значит, f' равно нулю. Тогда и только тогда. А здесь, значит, вместо четверки будет тройка. А вот это сократится. Тогда и только тогда, когда u квадрат равно. b на 3c минус b. Правильно? Правильно? Правильно. Но u у нас по модулю меньше единички. u у нас по модулю меньше единички. Поэтому я функцию-то f от у изучаю только на интервале от минус единички до единицы. Ну, в данном случае от минус единички до нуля. В этом случае. Когда мы b меньше c рассматриваем. Значит, u квадрата обязательно должно быть меньше единицы. Значит, u квадрат меньше единицы тогда и только тогда, когда b меньше чем 3c минус 3b. b меньше 3c минус b или c больше чем 4 третьих b. Тогда есть критическая точка. Значит, если c больше 4 третьих b, тогда существует u со звездочкой, принадлежащая от минус единички до нуля. Такое, что f штрих от u со звездочкой равно нулю. Если c меньше чем 4 третьих b, но мы изучаем случай вот этот. Но все-таки, конечно же, больше чем b. Тогда не существует u со звездочкой, принадлежащая от минус единицы до нуля, такой f штрих от u со звездочкой равно нулю. То есть во втором случае эта функция монотонна, а в первом нет. Давайте нарисуем график этой функции. А потом его положим на бок, чтобы рисовать бифоксационную диаграмму. Значит, если у меня c больше b меньше чем 4 третьих b, тогда у меня вот это u, это f от u. График имеет такой вид. У меня f от u стремится к плюс бесконечности при u стремящемся к нулю, к минус 0. К минус 0 есть плюс бесконечность. И эта функция монотонна. И когда это минус единичка. И если когда u равно минус единичке, то здесь что у меня стоит? То какое-то число появится вполне конкретное. Значит, это будет единичка. c делить на b минус c. c делить на b минус c. c минус b. А, на c минус b, да. c делить на c минус b. Совершенно верно. c делить на c минус b. Ну, а теперь рисую в этом случае бифрукционную диаграммку. Это вот этот случай. Но в данном случае он разбивается на два подслучия. Это. Вот здесь я рисую p квадрат. У меня в случае стационарных движений, ну, нам же c умножать это, так сказать, еще. У меня в случае стационарных движений естественный параметр, это константа интеграла. Значит, у меня есть решение θ равно π, θ равно нулю, нулю, минус π. И у меня есть вот такая вот картинка. Здесь p нулевое в квадрате. p нулевое в квадрате это f это m, g, c, f от минус единицы. Ну и, соответственно, то же самое снизу. Это π пополам минус π пополам. Ну, если честно посчитать вторые производные, то получится то же самое, что и в этом случае. Здесь будут минусы, здесь плюсы, здесь минусы, минусы, плюсы, минусы, плюсы. То есть, картинка будет точно такой же, как в случае относительных равновесий. Но это вот только при этом условии. Теперь давайте рассмотрим случай c больше, чем 4 третьих b. Ой, рано картинку рисовать. Надо сначала график нарисовать. Функции. Значит, во втором случае есть одна точка критическая, которая производная f меняет знак. И, значит, график нашей функции f от u во втором случае u минус 1. она не монотонна. Она ведет себя вот так. А здесь она, это асимптота вертикальная. А, значит, на дифракционной диаграмме по Анкаре-Читаева будет такая картинка. Вот это π. Это минус π. Пи пополам. Минус π пополам. Вот это у меня p нулевое в квадрате. Но картинка у меня вот такая. У меня сначала идет сюда, а потом вот только стремится к бесконечности. Ну и то же самое снизу. Сначала вот сюда, а потом стремится к плюс бесконечности. Вот это вот p со звездочкой в квадрате. Ну и здесь то же самое. Минусы. Плюсы. Здесь всегда плюсы. Здесь минусы. Здесь плюсы. А здесь смотрим. Вот здесь плюс, здесь плюс. Здесь, конечно, между ними минус. Но вот на этом участке вот это тетто со звездочкой, а это минус тетто со звездочкой. А вот на этом участке обязательно плюсики. Потому что здесь минус и здесь минус. А здесь обязательно плюсик. Значит, тетто со звездочкой это арк косинус у со звездочкой. Ну а там минус тетто со звездочкой. p со звездочкой в квадрате это m, g, c, f от у со звездочкой. От у со звездочкой. И видите, я написал, что здесь могут быть четыре косых решения одновременно. Действительно, на некотором ограниченном интервале изменения константы циклического интеграла у нас существует раз, два, три, четыре косых решения. При одной и той же константе. Но геометрические решения относительной равновесия и стационарные движения геометрически они совпадают. Потому что да, забыл сказать. Замечание. в случае c меньше b картинка аналогично случаю фи с точкой тождественного равника. То есть, если c меньше b картинка будет точно такая же. Ничего не появится другого. Только вот эта картинка изменяется. И то не всегда, а при дополнительном ограничении. c больше, чем четыре третьих b. А там будет то же самое. Геометрически, конечно, движения одинаковые. Потому что вы видите, что есть прямые решения тетта ноль и π. И здесь, и здесь. Есть каши решения, но они и здесь. Либо от π пополам до π, либо от нуля до π пополам. И здесь то же самое. Другое дело, что вид кривых равновесий на плоскости тетта омега квадрат и на плоскости тетта p квадрат могут различаться эти виды. А от этого различия зависит уже устойчивость. То есть, если относительные равновесия, ответвляющиеся от верхних положений равновесия в окрестности точек ветвления всегда неустойчивы, то стационарные движения, ответвляющиеся от стационарных движений, соответствующих тривиальным стационарным движениям, когда тетта равно π, они при c больше 4 третьих b, они устойчивы. Вот это существенное отличие стационарных движений и соответствующих относительных равновесий. Потому что в любой системе, у которой есть циклические координаты, вы можете тоже рассмотреть задачу об относительных равновесиях. То есть, считать, скажем, что скорость и циклические координаты постоянны на всех движениях. Есть управляющие воздействия. И вот сравнить. Всегда получится, что множество решений одно и то же, а характер устойчивости этих решений может различаться. Вот на четвертом курсе, в своем спецкурсе, я буду доказывать, что устойчивость тривиальных стационарных движений и относительных равновесий, невырожденных, всегда совпадает. В данном случае при тетта равном 0π, распределение плюсиков и минусов одинаковое. А вот на тривиальных, на нетривиальных, когда, так сказать, решение существенно зависит от параметра, 0 или π, они же, так сказать, от параметра не зависят, само решение. Устойчивость зависит, а решение не зависит. А вот на нетривиальных может быть различие. При этом обязательно, если относительные равновесия устойчивые, то стационарные движения тоже всегда устойчивые. А вот в обратную сторону неверно. Если стационарные движения устойчивые, то соответствующие относительные равновесия могут быть неустойчивы. Вот такая вещь. Теперь информация к размышлению. Вот есть вырожденные относительные равновесия. Вот в этой точке это мы считали. Вторая производная по тетто обращается в ноль у измененной потенциальной энергии. И рождаются как раз косые решения. Вот нарисовав эту картинку, я утверждаю, заранее не вычисляя, никаких вычислений не делая. Но вы это можете проверить. Что тривиальное решение тетто равно пи вот в этой точке ветвления всегда неустойчиво. Ну и здесь то же самое. А вот здесь вторая производная при тетто равном нулю для относительных раздействий равна нулю. Но я заранее утверждаю, что здесь будет обязательно устойчивость. Вот эта картинка, ну при c больше 4 третий бы, она как бы вот с этой вот она так сказать пересекается. Но там относительное равновесие вырожденное неустойчиво. А здесь я заранее утверждаю. Но вы можете проверить. Стационарное движение соответствующее при p равном p с ноликом будет обязательно устойчиво. Все это можно проверить, посчитав. Значит, здесь вторая производная обращается в ноль от соответствующей потенциальной энергии. Если вы честно посчитаете третью производную, она тоже будет ноль. А вот четвертая производная, вот здесь она будет отрицательна, здесь положительна. Здесь она тоже будет отрицательна, а вот здесь она будет положительна. Если честно, посчитать. Но опять-таки, есть в теории бифуркации очень красивая геометрическая теорема. Не геометрическая, так сказать, а основанная на геометрии, так сказать. Вот в этой точке ветвления имеет место устойчивость или неустойчивость, в зависимости от того, имеет место устойчивость или неустойчивость на одиночной ветве, примыкающей к этой точке. Вот видите, правее, вот одиночная ветвь к этой точке примыкает. А левее две ветки примыкают. Здесь на одиночный плюсик, значит здесь плюсик. Здесь на одиночный минус, значит здесь минус. А здесь всегда на одиночный минус. Здесь нет такого загибания. Здесь будет заранее четвертая производная отрицательная, я знаю. Здесь одиночная ветка плюсик, значит, в этой точке обязательно четвертая производная положительная. Это такой вот общий факт. Но это я просто забегаю вперед. Для чего я вот сегодня все это рассказал? Ну, во-первых, я проиллюстрировал теорию бифуркации. На уже не равновесиях, ну или относительных равновесиях, на стационарных движениях. Во-вторых, вот в системах с циклическими координатами я сказал, что возможны две постановки. Одна, когда мы считаем скоростью циклических координат постоянными на всех движениях, она всегда проще. Измененная потенциальная энергия проще, чем в случае, когда мы рассматриваем стационарные движения. Вот в этой задачке здесь, вот эта комбинация синус квадрат и косинус квадрат, она в числителе. Производные считаются очень легко, там в явном виде все решения находятся. А в этом случае, когда стационарные движения, там это та же самая комбинация синус квадрат и косинус квадрат. В знаменателе. И производные, так сказать, значительно более громоздко. И, так сказать, если там относительные равновесия, вот в этих задачах о физическом маятнике, относительные равновесия, они, кстати, находятся из, ну, косинус квадрат равно там константе. Сразу находится косинус. Или просто косинус равно константе. Не косинус, косинус там, да, косинус у нас был. Равно константе. То здесь для косинуса, у это косинус, а я не написал, что у косинуса? А, просто стерто, я смотрю, у меня не написано. Вот. А здесь, чтобы найти косинус, как функцию от П, надо решить уравнение четвертой степени. Можно решить. Желающие себя помучать, могут дома это попробовать. Формула есть, кардана. Уравнение четвертой степени. Аналогичная формула кардана. Вот. Но для качественного описания, так сказать, это не обязательно. Вот можно вот делать так. Кстати, все такие важные бифрукционные значения константа интеграла, константа циклического интеграла, они в явном виде находятся. Мы У со звездочкой нашли, тем самым мы легко можем найти П со звездочкой. П нулевое, тем более, так сказать, П нулевое, это точка, в которой обращается вторая производная по тетто, при тетто равном Пи. Она зависит от П, приравняли нулю, нашли П нулевое в квадрате. В общем, ничего сложного, но немножко громоздко. Но красиво. Согласны? На сегодня все. Согласны? 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 Согласны?